Тему сегодняшнего у нас государство и право во второй половине 16 века, 1, 3, 18 века. Поэтому давайте посмотрим, что же в этот период у нас кто управляет. Нам с собой напишем вот такое сделанное. То есть здесь может быть до 21 периода до смерти Петра I, да? Если мы с вами будем смотреть, то мы вспоминаем, в 1550-е годы, в это время кто управлял в 1550-е годы? Смотрим, кто у нас стал. Иван IV. И он у нас управлял такого до 1584 года. Это Иван IV. Это чтобы мы с собой знали, о чем будем говорить в государственном праве. С 1584 года кто у нас управлял? Это его сын, Фёдор Иоаннович. Иван Иоаннович. До 1590-го года. Потом у нас идёт смутное время. Идёт у нас до 1613 года. Хотя этот период у нас всё время смутное время. Здесь у нас в присмотрном времени Борис Годунов. Да? Борис Годунов. Здесь у нас уже Дмитрий. Первый. Уже Дмитрий. Второй. Здесь у нас Василий Шуиский. И после Василия Шуиского. Семи Боярщина. И народное ополчение. И с 1613 года у нас кто? Михаил Фёдорович Романов. Вот династия Романовы. 1645-го у нас идёт Алексей Михайлович. 1689-го идёт Пётр Первый. Здесь из 1696-го у нас уже начинается. Здесь вот эти двоевластия, Иоанн, исчезать был маленький. То есть вот это вот период. То есть уже будет понятно, если мы о чём будем говорить, нам уже понятна картина, как этот период смутного времени началось. И Пётр Первый до 1721 года, он уже воедино властовал над людьми. Хотя не 21-й, а 25-й год. Вот так точнее будет. Да. Всё. Вот в этот период вот такие временные рамки, которые мы с тобой будем изучать. И будем изучать прежде всего право. Так как у нас история государства права, поэтому мы с тобой изучим вначале акцент, сделаем внимание на право. Если мы посмотрим с тобой на этот период, вот посмотрите внимательно схему. Здесь мы обратим внимание на органы власти и управление во второй половине 16-го века. у нас появляется царь, боярская дума, это прежде всего законодательный и совещательный орган, митрополит. Это глава церкви из 1589 года. Благодаря Бориса Годунова, он становится патриархом. земский собор. Это представительный орган. В нём прежде всего боярство, духовенство, дворянство, купечество. Приказы. Это прежде всего учреждения, ведавшие отраслями государственного управления или отдельными отраслями. Местное управление. Городовые приказчики, губные старосты, земские старосты, излюбленные головы, воеводы. Вот эта категория, церковь вторая в этом с вами по органам власти и управления. Приказная система в России 17-го века, она была особенная. Это прежде всего постоянные приказы и временные приказы. В составе постоянных приказов это были общегосударственные, областные, дворцовые и патриаршие. Ну, это общегосударственные, это был посольский, разрядный, поместный, большой приход, большая казна, стрелецкий, рейторский, иноземный, орудийная палата, пушкарский. Областные, это прежде всего сибирский, казацкого дворца, малороссийский, смоленского княжества. Дворцовые, это большого дворца, казенный, ханюшиный, сокольничий, царская, мастерская палата, царицына, мастерская палата. Патриаршие, это прежде всего патриаршие казенные, патриаршие дворцовые. Ну, и временные приказы, это тайный, счетный и монастырский. Развитие права XVII веке. Но прежде всего мы должны вспомнить, что в этот период в монастырских системах законом является любое устное распоряжение фонарха и документ, на котором стоит его подпись. Но устные распоряжения фиксировались редко, а вот механизмы публикации документов не существовало. В течение этого периода законодательная работа была созрезоточена Боярской думе и приказом. То, что мы с вами посмотрели схемой. Так возникли дополнительные статьи и указанные книги поместного, земского, разбойного и других приказов. Определенное влияние на развитие права оказали коллективные, челобидные дворян и пасадских людей. Ключевым источником права XVIII века является Соборное уложение 1649 года. Соборное уложение 1649 года это кодекс, определивший правовую систему российского государства на многие десятилетия. Это первый печатный кодекс, состоящий из 25 глав и 967 статей. Его подлинник представляет собой документ, где текст расположен в виде столбца длиною 309 метров. На его лицевой стороне расположен сам текст. Наоборот 315 подписей патриарха, митрополитов, архиматритов, игумена, бояр, окольничек, казачей, дворян, гостей, пасадских и сарисов. Это было больше судебника Ивана Грозного. Вот какие, например, по вопросам статьи были. О богохольниках и о церковных мятежниках. О государственной чести и как его гостария здоровья сберегать. О государеве дворе, чтобы на государеве дворе ни от кого никакого бесчинства и брани не было. О службе всяких ратных людей московского государства. О искуплении пленных, о мытах и о перевозах и о мостах. О суде, о монастырских приказе, о крестном саловании и многие другие. Уголовное право. До Ивана Грозного при всей неразвитности современной точки зрения уголовного права, во-первых, существовал принцип тщательного расследования уголовных дел, во-вторых, уголовная ответственность наступала за нарушение конкретной правовой нормы. Царь же зачастую карал людей без суда и следствия за их сословную принадлежность и место проживания, прежде всего бояр, выселенных в район земчины, поэтому в глазах народа, да и с юридической точки зрения, обречена была незаконной. Правительство Бориса Годунова 1598-1600 годы предпринял попытку смягчения уголовного наказания, возвращения принципу индивидуальной ответственности за преступление. Преступникам стали подходить более дифференцированно. Смягчающим вину обстоятельства считался малый возраст, нужда, глупость, или как по простоте говорили простота ума. Отягачающим это разбой в группе, рецидив, бородство ночью, во время стихийных бедствий в церкви. Но с другой стороны дало себя знать общее наступление государства на общество. С конца 16 века общество и истцы окончательно устраняется от следствия. Представители всех слоев населения начали заключать тюрьму. голод 1601-1603 годы боярские заговоры и Бориса толкнули террор. Затем последовала смута после смутное время. И вот кроме того как на середине 17 века пришелся раскол, а по отношению к тюроверам действовались суровые наказания. И в этих условиях вернутся существовавшие в начале 16 века нежестокой политики в уголовной сфере уже не представляло возможным. Наказания отличались необычайно жестокостью. Четвертование сначала палач отсекал руки, потом одну ногу и затем голову. Кресование когда тяжелое кольцо дробило руки и ноги преступника. И заливание горла раскаленным металлом. Казни были публичными. тело казненных подолгу не убиралось с шахота. По 40 видам преступлений предусматривалось тюремное заключение. В то же время соборное уложение правовой источник более высокого уровня, чем судебник 1550 года. Вот здесь в какой-то мере по соборному уложению мы посмотрим. вот гражданское право недвижимое имущество это прежде всего поместье это владельцы бояре и дворяне могло передаваться сыновьям по наследству часть земли по наследству передавалась дочерям и жене могло быть дано дочери приданное могло быть отменено на поместье больше на меньше и на бочную и нельзя было свободно продавать или закладывать. вотчина это владельцы бояре разрешалось продавать закладывать можно было передавать по наследству срок выкупа заложенный предан проданный вымененной родовой вотчины 40 лет право выкупа лишались прямые потомки дети и внуки и залоговое право это заложенная земля оставалась в руках залогодателя или переходила в руки залогодержателя допускался залог двора на посаде заклад движимого имущества это просрочка выкупа заложенной вещи рекла передать право на нее залогодержателя и при утере или гибели вещи без вины залогодержателя стоимость возмещалась в последнем половинном размере вечное право в первой половине 16 века правом собственности обладали только бояль и сыр но усиливающие государство не могло оставить конкурентов ни в политической ни в экономической сфере поэтому в течение второй половины 16 века права собственников были в максимальной степени сужены боярские отчины делились на родовые выслуженные и купленные основной удар был направлен против родовых водчин законами 1562 и 1572 года крупным водчинникам было запрещено закладывать и завещать этот вид собственности боярам разрешалось завещать только купленные земли это означало понижение статуса водчинной собственности до уровня поместья 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 имели право свободной продажи земли только с разрешения саря не могли они ее и закладывать поместьями дворянин пользовался до тех пор пока служил но в случае инвалидности или по старости поместье могло остаться у бывшего служилого человека качественной водчины при этом такого рода сделка разрешалась после подачи челобидной на имя саря и в случае его положительного решения запись в документах по местному приказу были существенно ограничены имущественные права церкви в 1572 году богатым монастырям было запрещено приобретать землю по дарственным отчастным лицам в 1580 году последовал запрет на приобретение земли по замещаниям купчик и закладным в то же время в 16 веке появился институт сервитута сервитута это ограничение права собственности одного субъекта в интересах права пользования другого права мельника правоизводственных целях заливать лежачий клуб принадлежащий другому лицу право на чужую вещь например запрещалось в сельской местности устанавливать запруды на реках если это мешает соседским участкам в городах запрещалось постройка печей и вблизи соседских строений и так далее обязательное право в этом сфере право в определенной степени сделало шаг вперед обязательства вытекающие из договора стали обеспечиваться не личностью а имуществом ответчика и впервые это было определено в судебнике 1550 года законы 1626 и 1628 года этот важный принцип подвергли и подтвердили и развили вот по земляному праву настоящее наше время вот в это выражение институт северкута он действует и поныне и интересно то что право на чужую вещь и принадлежащее право верника в какой-то мере по современному нашей тоже она существует в каком плане когда у нас садовый участок есть то мы с вами должны просить разрешение у соседей забор можно ли поставить такой чтобы он не ущемлял потому что очень много бывает таких инцидентов когда некоторые хозяева пытаются высокими заборами себя укрыть и тем самым они делают тень потому что есть еще определенная норма посадки деревьев кустарных растений то есть это все по нормам и если где-то идет нарушение нормы то это можно прекратить и поэтому заборы прежде всего разрешают реальность например сделать то есть вот эта конфликтная ситуация обратите внимание уже то есть 16 век институт такой есть такие проблемы были и чтобы между соседями поместья не было это были законы приняты то есть то время и настоящее оно очень действительно так следующий вопрос обязательное право вот обязательство договора это обеспечивались имущество ответчика друг за друга отвечали супруги родители дети долги по обязательству переходили по наследству по наследству в случае стихийного бедствия предусматривалась отстрочка уплаты долга до 3 лет форма заключения договора письменная крепостная это официально засвидетельствованная или недействительность заключенных в состоянии опьянения заключенных с применением насилия и заключенных путем обмана тоже это в настоящее время оно и действует то есть когда какие-то договора проводятся и когда есть жалоба о том что человек обидчик говорит о том что он не подписывал и оно есть заключенных состоянием опьянения в применении насилия или путем обмана этот договор становится недействительным виды договора это купля-продажа мена доления хранения поклажа и на имущество наследственное право наследование это прежде всего по закону это дочери наследовали при отсутствии сыновей родовые и жалованные в отчину передавались только членам того же рода и поместье наследовали сыновья а вдова получала определенную долю по завещанию оформлялась письменно в случае неграмотности завещателя подписывалась свидетелями и подтверждалась церковными властями воля завещателя ограничена сословными принципами завещательные распоряжения касались только купленных почин и движимого имущества и нельзя было завещать землю церквям и монастыря семейное право юридические последствия имел только церковный брак для брака требовалось согласие родителей для брака крепостных требовалось согласие помещика брачный возраст для мужчин 15 для женщин 12 и предусматривалась общность имущества но муж не имел права распоряжаться приданным жены без ее согласия против личности о сестре старшей Петра I которая с 1657 давайте напишем 1657 по 1704 год она правила она официально не являлась монархом но практически сарствовала с 1682 года по 1689 год потому что она в этот период была регентом интересный момент в этом плане ее фаворит Голицын даже мечтал о том чтобы отменить крепостное право и вот эта рекрустская система это и есть один из самых тех периодов ну и самое интересное что он возглавлял в Голице в 1682 году Хасольский приказ и всячески развивал связи России с Западом но Петр I это очень колоритная фигура о котором нельзя молчать потому что он внес огромнейший прорыв во всех направлениях нашей жизни он изменил полностью систему нашей повседневности поменял поменял резко сторону запада вот здесь мы посмотрим еще можем этот процесс разыстной и обвинительно социзательный по всем уголовным делам кроме мелких разыстной по инициативе государственного учреждения также ввелось активно следствие опроса свидетелей обыск применения пыток приговор обвинительно социзательный по имущественным спорам и мелким уголовным делам это этапы подачи заявлений заинтересованной стороной вызов суд ответчика суд туда договорение велось вкусно большое значение отводилось доказательством свидетельством использовалась присяга вводилась возможность отвода судей ввелся судебный протокол то есть в какой-то мере атрибутика всей вот этой системы она есть вот сейчас мы перейдем к этому государству и праву России период образования и развития абсолютной монархии это первые четверти 18 века это у нас император был создан сенат генерал прокурор который генерал фискал преображенская канцелярия фискалы тайные канцелярия так так героль мейстерская контора реки мейстерская контора и коллегии это иностранных дел военно ревизионная вотчинная адмиралтейская юстиц коллегия синод который возглавлял обер прокурор и инквизиторы это камер коллегия штатская контора коммерс коллегия мануфактурная коллегия мер коллегия глав магистрат и монастырский приказ здесь очень интересно тем что например синод если так обратить внимание то впервые церковь была отделена от государства что мы забываем с вами оно и поныне это действует но мы сейчас с вами получается что иногда церковь начинает диктовать поведение как вести как все это делать местные государственные органы первая административная реформа касалась городского управления в 1699 году царь ввел самоуправление для купечества отныне власть своего отменялась судом и сбором налогов теперь ведали выборные от купцов лица бургомистры в 1708 и 1710 годах территория страны была разделена на 8 губерний Московскую Петербургскую Киевскую Смоленскую Архангельскую Казанскую Азовскую Сибирскую в 1713 году Рижскую а в 1714 году Новгородскую в 1717 году Астраханскую во главе губерния находился губернатор объединявший в своих руках административную судебную и военную власть Каждая из губерний делилась на провинции а те на уезды Суть реформы состояла в увеличении числа чиновников и более четком определении их функций Вот у вас схема здесь все есть как это все проходило Как и прежние времена наказание провинившейся находилось в иллюзиции тех приказов где они работали Если это был офицер то он подал под власть военной коллегии Солдат судили офицеры Проступки иностранных попсов разбирали коммер коллегии и так далее Это была засловно бюрократическая система Но именно царство Петра I параллельно этой системе была создана единая в масштабах страны и строена судебная система В 1718 году Петр I по приказу по премьеру премьерства Швеции задумал отделить судебную власть от административной Для этого он в 1719 году разделил территорию страны на судебные округа В каждом из них создавались надворные суды которым подчинялись нижние суды Они рассматривали основную массу дел в отношении дворян и особо значимые крупные уголовные преступления совершенные крестьянами Здесь у нас с кеми вы это видите В 1718 в 1718 году также городские судебные органы назывались магистратами Апелляционной инстанцией для всех нижестоящих судов являлась юстис коллегия Функцию высшей стоящей инстанции выполнял Сенат Решение по вопросам имевших значение масштаба страны принимал сам Саль В 1722 году судебная система была усовершенствована Ее основное назначение состояло в отделении суда от администрации и введении коллегиального устройства судов что в определенной степени смягчало произвол судей вот то что я уже говорил об этом орган суда по реформе 1775 года посмотрите это внимательно еще раз здесь все полностью описано как уезды например Нижнеземский суд Нижнеземская расправа и городовой магистрат здесь очень хорошо показано если Верхнеземский суд и Нижнеземский суд это дворяне Верхнеземская расправа Нижнеземская расправа из государства и христиане а горожанец проходил суд через губернский магистрат или городовой магистрат прокуратура Петр I больше внимания уделял эффективности работы государственного механизма для этой цели он создал различные структуры объединенные позднее общим термином прокуратура для контроля за деятельностью сенатора в 1715 году учреждается должность генерал-ревизора а в 1722 году генерал-прокурора за работой коллеги наблюдали также прикомандированные каждый из них прокуроры самостоятельно прокуратура была очередна в 1720 году при надборных судах она определяла степень соответствия судебной деятельности законов до 1718 года в россии не было специальных органов выполнявших полицейские функции эту работу наряду с решением других задач в крупных городах выполняли объедшие головы а в сельской местности воеводы и первые постоянно действующие полицейские органы были созданы в Петрограде и Москве в 1718 году в 1733 году они функционировали уже в 23 городах главная задача полиции была борьба с преступностью в ее обязанности входил контроль за пожарной безопасностью за соблюдением правил торговли за поддержанием определенного уровня санитария полиция также предписывалась вести строгий учет жителей это было вызвано в плачевном состоянии финансов которых не хватало на многочисленные царские проекты отныне все не заняты постоянным трудом рассматривались как бедные и направлялись на работу в соответствии с потребностями государства собственные вооруженные отряды у полицейских были слабыми до 10 человек так что выполняя свою работу полицейские опирались на старость улиц избиравшие из копсов и десятских которые укомплектовались из ремесленников вот посмотрим с вами гражданское право в период Петра Первого право собственности уравнивались права отчины и поместья как недвижимость здесь запрещал закладывать продавать передавалось по наследству только одному сыну в 1731 году было отменено вводилось ограничение на право пользования землей это прежде всего добыча полезных ископаемых привилегий государства государство имело преимущественно право при покупке золота серебра меди и селитры и указом о покупке к заводам деревень водило следующее деревни не продавались отдельно от завода их запрещалось закладывать и преимущественным правом при покупке пользовались дворями залог движимого и недвижимого имущества совершался крепостным порядком обязательное право объем прав зависел от принадлежности какому-либо сословию примет договора любые действия не противоречащие закону и форма запрещения договора только письменно это виды договоров такие как договор товарищества договор подряда договор личного найма договор имущественного найма договор купли-продажи договор дарения договор меды договор поклажи договор займа и договор поставки в какой-то мере если мы сравниваем будем сегодняшним в нем, то мы поймем, что это тоже какой-то, у нас это все сейчас есть некоторые терминологи, так и они остались. Семейное право – это заключение брака, условия меняемости, отсутствие родства, для военнослужащих разрешение начальства, для дворян знания арифметики и диаметрии, добровольное согласие сторон и обязательно согласие родителей. Брачный возраст уже поднимается, помните, у нас был мужчина 15, сейчас мужчина уже 20 лет, женщина 17 лет. И парадокс заключения брака – это обручение, через 6 недель венчание. Условия расслежения брака – это политическая смерть, ссылка на вечную каторгу, безвестное отсутствие супруга, поступление в монашество, прелюбодеяние, неизлечимая болезнь и покушение одного супруга на жизнь другого. Брак неравноправен, если положение жены определялось положением мужа. И имущественные права жены не ограничивались. Наследственное право по завещанию. Недвижимое имущество можно было завещать только одному из сыновей по выбору. Остальные дети получали часть движимого имущества. При отсутствии сыновей наследницы недвижимого имущества назначало одна из девчарей. При отсутствии детей недвижимое имущество могло бы быть завещено ближайшим родственникам одной фамилии с наследодателем, а движимое – кому захочет. При завещании недвижимого имущества лицом женского пола муж замуженной наследницы должен был принять фамилию наследателя. В случае отказа имущество переходило к государству. По закону, недвижимое имущество передавало старшему сыну. Движимое имущество делилось по роду между остальными наследниками. Ну и здесь проявлялось недовольство и сопротивление с остальным дворянством. И в случае 731 года имущество передавалось сыновьям, дочери получали одну четырнадцатую часть недвижимого или одну восьмую часть движимого имущества. Жена – одну седьмую часть недвижимого имущества и одну четвертую часть движимого имущества. То есть вот конкретно это было сделано, написано, что в какой-то мере мы сейчас с вами к этому идем, как называется договорная система, когда составляется брачный контракт, где конкретно написано, кто и что и как получать наследство. Уголовное право. Здесь тоже, если мы с вами будем сравнивать тот период, когда я вам показывал, то преступление действия общественно опасны для казахства дворян. Форма вины – умысел, случай, неосторожность. Смягчающая вину обстоятельства – это душевная болезнь, необходимая оборона, крайняя необходимость. И очагчающая вину обстоятельства – это состояние обвинения и групповое преступление. Виды преступления – против веры, против государства, должностные, против порядка управления, против суда, и имущественные, против нравственности, против личности. Виды наказания – смертная казнь, обыкновенная и квалифицированная, телесные наказания – членовредительства и болезненные. Ссылка на каторгу – тюремное заключение, лишение чести и прав, политическая смерть, имущественное наказание, церковное покаяние. В какой-то мере, если его час будет сравнивать, то вы поймете, что многие из этих органов, то, что я вам сейчас говорил, то это у нас в настоящее время тоже есть. Смечающие, например, вину обстоятельств – это тоже душевная болезнь, необходимая оборона или крайне необходимая. Это все. И очагчающая вину обстоятельства – это тоже состояние обвинения, это является одним из очагчающих вины обстоятельств. Про социальное право. Здесь очень интересный процесс идет. Это первые стадии – это оповещение о явке заинтересованного листа в суд, это выяснение претензий человековичка и выслушивание объяснения ответчика. В этой ситуации интересно тем, что анализы доказательств – это виды и собственного признания обвиняемого, свидетельские показания, допрашивал только судья и только в суде, письменные документы и присяга очистительная. Унесение приговора в письменной форме, потом идет третья стадия – это обжалование приговора, утверждение приговора, приведение приговора в силу. Вот здесь мне хотелось бы еще одно акценттировать внимание – это отношение к Церкви. Что касается Церкви, то отношение к ней определялось с глядами Петра I на самодержавную власть. Петр оставался верующим человеком, но в лице церковных хиерархов молодой церкви не только не обнаружил преданных помощников, а наткнулся на с трудом скрываемое раздражение. Патриарший престол занимал тогда тихий и апоретичный Андриар. Когда он скончался в 1700 году, царь не стал торопиться с назначением нового патриарха. И на место усопшего он посадил вместо блюстителя Патриаршего престола, исполнявшего указание Петра. Был установлен временный порядок управления Церкви, растянувшим на 20 лет. И, наконец, в 1721 году Петр принял решение и на месте Патриаршего появился священный правительствующий Синод, управляемый средствами чиновников. То есть подчинение Церкви государства завершалось. И в этой ситуации происходит интересный момент. Даже при нашем периоде, когда социалистическая система была, когда было СССР, как КПСС, то интересно то, что при обкоме партии был человек, который занимался полностью Церковью. Это был, я еще раз говорю, человек, который, как мы выражаем, светский, но командовал и управлял взаимоотношениями между светской властью и Церковью. Вот здесь наследственное право интересен тем, когда мы с вами рассматривали, интересен тем, что прежде всего в свободной части закона Петр объяснил цели своего нововведения. Дробление имений при разделе, по его мнению, ведет к увеличению эксплуатации крепостных крестьян и конечном счете сокращения налогов в казну, чего он не мог допустить. И закон об обязательной воинской службы был принят еще в середине XVI века, но Петру это показалось малой и он подкрепил закон Ивана Грозного своей экономической мерой. Запретив дробление имений, он лишал тем самым остальных наследователей источников существования, в результате они должны были жить на государственном жаловании. По семейному праву здесь интересно то, что доставление Петра I это была сфера общественных отношений и она регулировалась исключительно церковью. вступлением уже на престол Петра Алексеевича в России начали формироваться новая отрасль права семейного права. И исходя из интересов государства, Петр стремился оттянуть время, когда молодые люди связывали себя узами брака. Поэтому он повелел поднять брачный возраст для крыльников до 20 лет, для невест до 15 лет. А в армию тогда забирали 15 лет. Для офицеров обязательным условием вступления в брак стало разрешение начальства и здания орифметики и геометрии. В брак запрещало вступать психически больным людям. По терминологии указа 1722 года от 6 апреля было написано дуракам. Поводом для расторжения брака являлась ссылка на каторгу, безвестное отсутствие одного из супругов, поступление монашества, неизвечимую болезнь, покушение одного из супругов на жизнь другого и прерыводеяние. По указу 1714 года над малолетними членами семьи устанавливались опекунства. Она длилась до совершеннолетия, которое для наследников недвижего имущества наступало в вас след, а недвижего в 18. Опека могла быть установлена также над умалишенными или жестокими помещиками. Процессуальное право здесь до Петра общим явлением оставался соседательно-обвинительный процесс, инквизиционно-розыскной исключением и в 1697 году указом об отмене судных делах очных ставок, об отводе полных, о присяге, о наказаниях уже свидетелей и о поршенных деньгах. Этот инвизиционный процесс окончательно вытесняет всеследовательный. И в 1712 году на свет появилось краткое изображение процесса. Его значение состояло в том, что всякая инициатива со стороны судей отныне исключалась, и закон жестко регламентировал каждый этап судопроизводства и набора решений. Вот это три стадии. Эти этапы все есть и они должны были у нас решаться. Мне еще хотелось бы рассмотреть социальный процесс и период правления Петра I. Социальная политика власти в этот период была противоречивой. С одной стороны в 17 веке началось формирование сословий и отдельные социальные группы начали получать права, например, дворяне отныне имели право владеть землей. Торговцы занятиями словом. И скорее всего со временем именно этот процесс был основным в социальной политике государства. Но Петр I его прервал. Имея возможность вторгаться жизнь каждого социального слоя, он воспользовался этим в максимальной степени. Вот рассмотрим например дворянин. Набор дворяней из неслуживых слоев был запрещен указами 1639 и 1652 годов и повторен указами 1675 и 1678 годов. Но Петр прежде в политику перечеркнул официально он сделал это в 1722 году с помощью табеля оранга. Ему было важно привлечь к службе активных людей из всех слоев населения. Все получившие 14 19 чин приобретали личное дворянство а заслужившие до 8 чина получали уже потомственное дворянство то есть способом приобретения дворянства оставался выслуга а продвижение по службе зависело не от знатности а служебной годности причем службу сарь повелел начинать с низших чинов бессрочную службу дворян сарь сделал более суровой молодых дворян он регулярно призывал на осмотры которые зачастую проводил сам например в 1704 году Петр пересмотрел более 8000 недорослей вызванных в Москву из всех уездов среди них оказались более 500 знатных персон молодые гнезья Голицыны Черкасские Хованские Лобановые Ростовские и так и тому подобное все они пошли служить гвардейские полки солдатами в случае отклонения от смотра дворян все равно забирали на службу но одновременно конфисковывали их имущество в 1711 году в Киевской губернии 53 офицера не являющиеся после отпуска полк были лишены поместья а их жены с детьми выселены в соответствии с указом от 11 января 1722 года не явившиеся на смотр подвергали шельмованию то есть объявляли незаконно и отныне всякий мог его ограбить и даже убить обнаружившему скрывавшего от службы полагалось половинное имущество даже если обнаружившим оказывался крепостной и это то время когда северная война уже заканчивалась и народу можно было бы дать передышку тоже в 1722 году во время переписи населения Великоколубской провинции по подозрению и укрывательстве он от переписи населения этих людей чтобы в будущем не платить за них налоги 11 дворян были подвергнуты пытке один из них скончался таким же образом проводилась перепись во всей стране Петр I заставил всех недорослей учиться но при этом запретил оставаться в школе после 15 лет далее начиналась служба солдатам в гардии или чиновникам коллеги Петр перевернул весь быт дворян он начал с того что в 1698 года самолично обрезал бороды приближенным в 1700 году последовал приказ одобреть и носить длинную одежду вместо которой следовало теперь носить венгерское саксонское или французское платье образцы этой одежды были выставлены у ворот кремля в 1717 году по царскому приказу с немецкого языка было переведено руководство по правилам хорошего тона юности честное взяло или показаний житейскому обхождению отныне дворяне должны были демонстрировать изысканные манеры и респектабельность для развития вкуса дворян была организована ансамблея куда первоначально Петр заставлял своих приближенных ходить со своими женами ну и в это время знаете о том что сегодня появился табак также крестьянство вот если обратить на них внимание то Петр прежде всего рассматривал крестьян как налогообложения самым главным в этом плане и в 13-17 веках единицей налогообложения считалось сахар это было не сельскохозяйственное оружие а некий финансовый образ которым приравнился неуд кузница и так далее ради умельчения числа налогоплательщиков в 1679 году было введено подборное налогообложение то есть система при которой облагающим налогом единый стал двор после этого налогоплательщики попали люди не занимавшиеся крестьянским трудом для того чтобы уменьшить налоговое время бедные семьи и одинок крестьяне договаривались и селились в его доме раскусив эту лодку Петр I повелел в 1718 году налог в раз каждой мужской крестьянской души тем самым расширялось число налогоплательщиков размер налога определялся не хозяйственными ресурсами налогоплательщиков а финансовыми потребностями армии для предотвращения уменьшения числа налогоплательщиков Петр ввел паспортную систему а ты не каждый крестьянин уходивший на заработки на расстоянии больше 30 верст от своего дома должен был иметь паспорт с указанием срока возвращения эта система более чем на 100 лет затруднило затруднило формирование рынка рабочей силы критически Петр распространил крепостное право на оставшиеся свободные слои населения раньше холопы налогом не платили поскольку считал что они работают в доме согласно традиции после смерти помещика холопы становились вольными людьми которые эту традицию перечеркнул и для увеличения налоговых поступлений в казну Петр I соединил в один разря крепостных крестьян и холопов львиная доля финансовых нововведений также приходилась на крестьян за годы рецепсов не Петра прямые налоги увеличились в два с половиной раза постоянно вводились новые косвенные налоги на рыбную ловлю бани ульи питьевую воду шкуру лошади дрова печи с трубой кровати грибы свечи гробы заключенные браки рождение детей похороны и так далее была объявлена государственная монополия на соль табак деготь смолу сало рыбий жир и тому подобное причем для выбивания налогов была введена система доносительства до ночи полагалось одна треть имущества провинившегося то есть система физкальства но и в этой ситуации интересно такое вот то что сейчас у нас любители рыбаки возмущается потому что с них тоже будет браться налог определенная сумма если они едут на рыбалку они обязаны будут за рыбалку платить сейчас поднимается какая сумма с них будет браться за это дело раньше же ничего не бралось человек приходил и ловил рыбу спокойно тут сейчас это вот делается ну и в какой-то мере налоги в советское время это у нас это было тоже модно при советской власти когда на любую скотину брались налоги почему у нас и крестьяне и люди которые жили в поселках они перестали в тот период содержать скотину или птицы потому что они вынуждены были за это платить и в какой-то мере вот это как бедовская система когда бедняки иногда приходили и тоже делали донос о том что вот такой-то человек живет более богаче чем они и тем самым у них их отправляли этих ссылку как кулаков и тем доставалась определенная доля или земли или имущества то есть обратите внимание как это получается то что раньше это было оно и сейчас переплетается в нашей жизни духомерство по мысли Петра обладавший деканскими земельными угодьями церковь совершенно неправильно использовал свои доходы поэтому монахов государь заставил предоставлять приют больным ухаживать за стариками строить школы он возродил монастырский приказ который фактически разорил подведомственные монастыри проповеди священников в его царствовании приняли откровенно политический характер отныне требовалось восхвалять членов операции семьи на безместных то есть неимевших прихода священников и их детей сарь с 1705 года взамен службы в армии ввел денежный сбор в 1722 году он установил жесткие правила вступления духовное сословие так из варят разрешалось принимать в него только младших детей и лишь по достижению ими сорока лет но вот если вот так фрагментально смотреть на эту ситуацию сейчас в царкове живет уже более хорошо то есть потому что все что они торгуют то что они делают с них налог не берется потому что они сразу вспоминают что они от государства отделены вот тоже есть вопрос вот вот на этом все я думаю мы закончим так что они они как они они как они Продолжение следует...